Великая Отечественная война Великая Отечественная война Издавна памятники создавались для того, чтобы кому-то рассказать, а кому-то просто напомнить о великих людях или значимых событиях. Маленький ребенок, проходя мимо монумента, наверняка спросит у мамы или папы, а кто это, а что он сделал. И так начнется его знакомство с историей Родины. В Рязани рождалось и творило множество известных личностей, памятники которым мы можем увидеть на ее улицах. Но все же первое место среди них занимают монументы, посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны. Пожалуй, самым крупным и самым ранним стал монумент, расположенный на Площади Победы. Мемориал создавался в течение почти 20 лет. Сначала появились обелиск из стела, которые были заложены 8 мая 1965 года. И уже после начала создаваться скульптурная группа, автором которой стал Борис Горбунов. Скульптор работал над эскизом этого памятника на протяжении нескольких лет. И вот уже в 70-х годах окончательно оформилась идея создания этой группы, символизирующая единство фронта и тыла. Удалось соединить вот это все в одно. Но не просто военные радуются, а все есть старшее поколение, которое несет знамя, младшее, которое вступает на этот путь, пожилой, который целует знамя как бы в знак скорби. И женщина, которая держала весь тыл, которая все давала для фронта. Поэтому вот эта тема, когда как-то у меня получилось, она хоть немножко литературная была, но в итоге все равно она давала какое-то развивающееся знамением, движением, какое-то стремление, какое-то действительно праздничное, такое радостное настроение. В то же время оно и грусти, и совсем прочее. Работы над этим комплексом завершились в 1975 году. Из Москвы сюда привезли огонь с могилой неизвестного солдата, от которого и был зажжен вечный огонь памяти. А композицию дополнили бронзовые доски с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. На сегодняшний день этот список, который составлялся в середине 70-х годов, значительно пополнился. То есть получается, что там мы видим фамилии уже не всех выявленных Героев Советского Союза. Но тем не менее, большая часть, безусловно, там есть. Есть в нашем городе ряд монументов, посвященных отдельным событиям войны. К ним можно отнести монумент, созданный в памяти о формировании на Рязанской земле польской дивизии. Он появился еще в 73-м году в районе площади Костюшка. Ранее она называлась Синой, а вот в память о том, что здесь в годы войны, в 40-е годы формировались воинские подразделения польской армии, эта площадь была переименована в площадь Костюшка, и в том же 1973 году там была поставлена стела. На ней отмечена дата формирования дивизии 1943 год и указано, чему эта стела посвящена. С 73-го года памятник своего местоположения не менял, зато поменял адрес прописки. Ведь в 2005 году площадь имени 1-й польской дивизии имени Тадеуша Костюшка, таково ее полное официальное название, была переименована в площадь Маргелова, а в 2013 году здесь появился памятник генералу. С именем Василия Маргелова связывают целую эпоху в истории развития и становления воздушно-десантных войск. Именно благодаря ему они приобрели особый авторитет и особую популярность не только в нашей стране, но и во всем мире. Однако при этом многие забывают, что Василий Маргелов прошел Великую Отечественную войну. Всю, от начала до конца. Но вернемся к советско-польскому сотрудничеству в годы войны. Ему посвящен еще один монумент в нашем городе. Памятник, появившийся в 80-е годы в парке на пересечении улиц Пироговой и Октябрьской, был создан в память не об отдельно взятой дивизии, а в общем о советско-польском братстве. Эта сложная, высотой 19 метров, архитектурно-пластическая композиция из бронзой и гранита размещена на возвышенности, поднятой над уровнем земли на 2,5 метра. Авторами этого памятника стали польские художники, там целая группа над этим памятником работала. А со стороны СССР выступал архитектор Вознесенский, который организовывал пространство. Очень необычный памятник. Я помню, очень неоднозначно было его восприятие со стороны рязанцев, потому что летящие в небе, летящие воины, советские, польские. Мы привыкли несколько к другим композициям. По мнению создателей, этот монумент должен был напоминать о событиях минувшей войны. Вверх взмывают залпы снарядов, а из окопов вперед в бой устремляются солдаты. Два пана и два Ивана. Площадки по стаменту ведет серого гранита лестница шириной 6 метров, а перед монументом находится блок из красного полированного гранита с бронзовой лавровой ветвью и надписью на двух языках в честь Советско-Польского братства по оружию. Есть в нашем городе монументы, посвященные героям Советского Союза. О памятнике Владимиру Молодцову и, в общем, о его жизни и подвиге мы уже рассказывали в предыдущих выпусках. О Василии Маргелове рассказали сегодня. Но есть в нашем городе еще один монумент, созданный в честь героя двух стран. Наверное, вы уже поняли, что речь идет о Федоре Политаеве. Русский богатырь, гигант Федор – именно так называли уроженца одного из сел Скопинского района в партизанском отряде итальянской Лигурии. Его смелость и богатырская сила стали там настоящей легендой. Один из организаторов движения итальянского сопротивления, вспоминая позже о мужестве Федора в боях, называл его не иначе, как Гарибальди нашей эпохи. Памятник герою Советского Союза и национальному герою Италии Федору Политаеву был открыт в 1970 году. В годы Великой Отечественной войны гвардеец-артиллерист храбро сражался против гитлеровцев под Москвой, в Украине, рука об руку с итальянскими патриотами, бил врага на земле далекого Апенинского полуострова. Там он совершил свой последний подвиг, став героев двух народов. Памятник, стоящий в Рязани, решен в виде горизонтальной массивной стелы из красного гранита. Портрет Федора Политаева представляет собой горельеф. Благородное лицо советского солдата, идущего в бой. Брови нахмурены, губы сурово сжаты, взгляд решителен. Могучая рука сжимает оружие. Ствол автомата, далеко выходящий за грань стелы, обрамлен колосом пшеницы и ветвью оливы, которые олицетворяют Россию и Италию. О мемориале на Скорбящинском кладбище мы уже рассказывали в предыдущих выпусках, но не упомянуть о нем еще раз мы просто не можем. Ведь здесь покоится более полутора тысяч солдат, отдавших жизнь за наше будущее. Это крупнейший мемориальный комплекс области, который иногда называют Братским кладбищем. В память о воинах, отдавших жизнь за наше Отечество, в каждом ряду с интервалом в пять метров высажены вечно зеленые туи, за которыми осуществляется надлежащий уход. Буквы в фамилиях бойцов обновляются золотой краской. В непосредственной близости от могил павших воинов возведен еще один мемориал, посвященный памяти ленинградцев-блокадников. Пожалуй, нам всем стоит помнить о том, что победители в этой войне не мы, а наши деды и прадеды. И сегодня мы должны чтить память погибших и окружить заботы ныне живущих ветеранов. На этом цикл программы «Адреса памяти» заканчивается. Мы увидимся с вами в новых проектах телекомпании «Город». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok